Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на очередном онлайн-вебинаре компании Muziniz Travel. Зовут меня Киселева Наталья, я руководитель проекта Ellen Camp, и сегодня мы с вами поговорим о самых важных наших туристах, о детях. Онлайн-вебинар наш называется «Греческие каникулы маленького туриста». Греция – страна, которая непременно подходит для детского отдыха. Почему? Потому что именно в Греции есть такое прекрасное море. Оно яркое, красивое, красочное. Детям оно нравится за тот животный мир, который есть в нем, а родителям – за положительное влияние, которое он оказывает на детский организм. Кроме того, в Греции есть такие прекрасные белые пляжи, чистый воздух, который точно так же положительно влияет на детский организм. Питание, которое греки предлагают для детей, всегда экологически чистое, всегда полезное и всегда, опять же, положительно влияет на детский организм. Очень важно еще и родителям то, что когда ребенок приезжает в ту или иную страну, что интересного он сможет оттуда увезти. Как раз Греция – это страна, из которой увезти можно много всего интересного, поскольку в Греции есть то историческое наследие, которое обязательно и очень нужно каждому ребенку. Все мы проходим его на уроках истории, начиная с пятого класса. Поэтому любой ребенок, который приезжает и возвращается в страну, он уже имеет свое настоящее, живое представление о том, как же интересно, как же красиво и ярко может все происходить. В этом году компания Музин Дис Групп открыла новый проект, который называется Эллин Кэмп. Проект для наших детей. Пройдет он на базе популярного международного спортивного центра Скурос, который располагается на курорте полуострова Халкидики, который находится всего лишь в 75 километрах от аэропорта города Салоник. Наши детки прилетают в город Салоники, мы их там встречаем и с песнями, и с счастьем привозим на автобусы и размещаем в очень удобных домах. Это самый главный вопрос, который всегда нам задают родители. Где же будут жить наши дети? А наши дети будут жить маленькими деревеньками. У каждой страны будет своя деревенька. У России, у Белоруссии, у Украины тоже будут свои деревеньки. Они состоят из комфортабельных домиков на 6-8 человек с санузлом и душем. Вот вы сейчас видите дома, в которых живут греческие дети. Они, видите, такие счастливые, довольные, радостные. А вот это уже домики, в которых живут русские детки с собственным санузлом, с ящиками, с ярким вот таким постельным бельем. В общем, это то, что ждет наших детей, если они приедут в лагерь Скорос Эллен Кэмп в этом году. Территория лагеря Скорос максимально подходит для реализации проекта Эллен Кэмп. Почему? Потому что там есть огромное количество спортивных сооружений. К нам в лагерь приезжают много спортивных команд, которые устраивают соревнования, турниры. Там есть и теннисные корты, там есть и шахматные доски, там есть все то, что интересно любым спортивным командам, любым тренерам. Кроме всего этого, вы не думаете, что дети занимаются только спортом, и приезжают туда только профессиональные спортсмены. Туда приезжают и обычные дети, которым интересно поучаствовать в экстремальных видах спорта, полазить на интересной башне, которая создана специально для скалолазания. Очень сложно ребенку бывает пройти определенный период, чтобы пройтись по так называемому мосту, экстремальному мосту, когда смотришь вниз, и тебе кажется, что под тобой пропасть. Это очень тяжело, но детям это очень нравится, потому что, проходя через эти испытания, ребята преодолевают себя и становятся сильнее, лучше и быстрее. Кроме всего этого, пловцы, которые приезжают в лагерь «Скурос», устраивают разные соревнования, а все остальные дети с удовольствием их поддерживают, потому что среди их же отрядов живут эти пловцы, которые занимают места, получают кубки, а отряды за них радуются. И говорят, что молодцы, именно в моем отряде есть этот спортсмен, который участвовал в том или ином соревновании. Очень много сделано для детей и таких видов спортов, как, например, стрельба из лука. Этот вид спорта сейчас не так популярен, но для детей он, несомненно, очень интересен, потому что здесь необходимо сконцентрироваться, попасть в цель, попробовать себя именно настолько красиво сконцентрировать и сделать себя максимально собранным, чтобы твоя стрелка попала в цель. Детям тоже это очень нравится, они с удовольствием ходят, стреляют, получают максимум счастья и радости от этого вида спорта. Кроме всего, лично мне очень нравится такой вид спорта, как брейк-данс. Почему? Потому что он популярен среди детей, и очень много детей, которые приезжают и говорят, вы знаете, мы ничего не умеем, мы ничего не можем, мы ничего не хотим. Но когда они видят, что маленькие, взрослые, большие, старшие могут это делать, с удовольствием включаются в эти виды спорта, в эти мастерские, с удовольствием танцуют. Кстати говоря, огромное количество помещений есть в лагере Скуроса и для танцев. Есть целых два хореографических зала, они зеркалами, спаркетные, поэтому не только спортивные группы приезжают в лагерь, но приезжают и творческие коллективы, которые в амфитеатре лагеря устраивают свои фестивали. Очень часто меня спрашивают, Наташа, как же так, фестивали и спорт, как все это вместе сочетается? Могу сказать, лагерь Скурос Эллен Кэмп – это не просто сочетание спортивного и танцевального, в этом здесь еще есть сочетание английского языка. Почему? Потому что лагерь международный, потому что на территории живут и немцы, и французы, и греки, и молдовы, и русские, и все мы вместе общаемся на одном английском языке. Кроме того, есть уроки английского языка, которые также интересны детям. Очень часто по поводу территории меня родители спрашивают, Наташа, а территория лагеря находится далеко от пляжа, потому что наши русскоговорящие дети приезжают в основном из-за моря. Могу сказать так, что пляж лагеря Скуроса находится в 10 минутах ходьбы через специально построенный мост. Это очень важно для детей, потому что дети благодаря этому мосту обходят автодорогу и прямиком спускаются к пляжу. На пляже есть все необходимое для детей. Пляж чистый, ухоженный. Убираем все, что для здоровья ребенка может навредить. Поэтому мы максимально готовим территорию к сезону. И я думаю, что любой, любая спортивная команда, любая танцевальная, любая творческая команда сможет себе на территории лагеря найти необходимую площадку и необходимое место для проведения тех или иных мероприятий. А теперь, что касается питания. Очень много вопросов задают родители о том, чем же будут питаться их дети. Могу сказать так, что полуостров Халкидики известен всем нам своими свежими фруктами, своими свежими овощами, которые выращиваются прямо там. И все эти овощи и фрукты прямиком попадают на стол к нашим детям. Поэтому рацион наших детей, во-первых, он состоит из четырехразового питания. Завтрак, обед, ужин и полдник. Все эти питания и в завтрак, и в обед, и в ужин у нас есть всегда овощи и фрукты. Очень часто спрашивают меня, как же происходит сам процесс питания. Дети отрядами приходят в столовую со своими вожатыми. И вожатые помогают им накрывать на столы, помогают вместе после этого все убирать. Все вместе пытаются, счастливы и довольны, и идут дальше на свои мероприятия. Очень много вопросов еще задается по поводу воды. Потому что Греция страна жаркая, а дети, понятное дело, очень любят пить. Могу сказать так, что на территории лагеря очень много родниковой воды. Она течет из специальных краников, поэтому детки могут подойти, в любой момент попить. И, соответственно, быть счастливым и довольным, и радостным. Поэтому не нужно никаких дополнительных денег для того, чтобы покупать воду. Итак, что же ожидает наших детей благодаря проекту Эллин Кэмп? На территории лагеря Скрус, как вы уже знаете, будет реализован проект Эллин Кэмп. Что же это за проект? Что же интересного, качественного и хорошего, как готовил музей из групп в этом году? В этом году мы привозим в лагерь своих собственных вожатых, которых мы готовили с января месяца. Все вожатые русскоговорящие. Все вожатые прекрасно говорят по-английски, на английском языке. Поэтому никаких проблем и вопросов у нас не должно быть. Какие же мероприятия будут организовываться для детей? Самое интересное, как мне кажется, это Эллин Кэмп ФМ. В этом году у детей будет возможность записать свою собственную программу. В течение недели команда заинтересованных деток будет писать программу о том, как же они провели эту неделю. В субботу мы эту программу монтируем, а в воскресенье вы, уважаемые родители, сможете послушать, как же свой день, свою неделю провел лагерь. И что же интересного произошло на территории лагеря за эту неделю. Этот проект называется Эллин Кэмп ФМ. Еще интересный проект – это международные культурные вечера. Очень много детей из разных стран живет на территории лагеря, поэтому раз в три дня мы будем проводить международные культурные вечера, где каждая страна сможет себя представить. Если детки из России, они расскажут о традиции стране, о том, чем же мы питаемся, проведут так называемую ярмарку. Если детки, например, из Франции, то мы тоже постараемся, чтобы они открыли о себе какие-то секреты, рассказали о своей стране, разные-разные изюминки. Очень много квестов будет в этом году проведено. Это и сюжетно-ролевых игр, как же дети смогут узнать об истории Греции, смогут поучаствовать в всевозможных спортивных турнирах. И также ежегодно на территории лагеря проводятся фестивали. Фестивали, которые приезжают, рассказывают, а также о своих танцуют, поют. И детки, которые живут в лагере, тоже могут себя показать на этом фестивале. Кроме всего этого, могу сказать так, что самое интересное, что волнует всех наших родителей – это, естественно, режим дня. Режим дня нашего ребенка будет расписан от и до, начиная с зарядки, заканчивая рефлексией. Что же такое будет происходить? Зарядка – все, наверное, представляют, что мы будем просто тянуться, просто подниматься и просыпаться. На самом деле нет. Все вожатые готовят импровизированные зарядки для своих детей. Каждое утро для детей будет удивительным. Может быть, это будет какая-то клоунская зарядка, может быть, зарядка на английском языке. Посмотрим. Обязательно ваши дети вам про это расскажут. Естественно, вожатые готовят им всевозможные мастерские. Это и мыловарение, это и мастерские умение загадывать желания, это и мастерские «Что же я могу, что я умею» и «Как стать настоящим туристом». Если ваш ребенок умеет фотографировать, он также найдет себе мастерскую и привезет небольшой фильм о том, как он провел свои греческие каникулы маленького туриста на территории нашего лагеря Эллин Кэмп. Что же еще ждет детей? Естественно, танцы, естественно, песни. Но самое интересное, самое важное, самое нужное, как мне кажется, это мероприятие каждый день. Вы скажете, что же могут сделать дети каждый день, а дети могут сделать очень многое. Мне очень многие родители говорят, что вы знаете, мои дети не поют, мои дети не танцуют, мои дети в принципе ничего не делают, они только сидят и смотрят телевизор. Я могу сказать так и прошу вас, уважаемые родители, уберите, не давайте детям с собой никаких лэптопов, никаких планшетов. Дайте им возможность подышать, посмотреть, поиграть, поучаствовать во всех наших мероприятиях. Вечером они будут проводить и фестивали, и мероприятия такие, как разные-разные истории, перформансы, литературно-музыкальные композиции. А для детей постарше мы будем проводить разные-разные квесты, возможно, даже если дети себя будут хорошо вести после отбоя, где они смогут попробовать себя в качестве таких сильных командных ребят. Что же еще интересного? Могу сказать еще вот что, открыть небольшой секрет. Детей ждет так называемая рефлексия. Что такое рефлексия? Рефлексия – это анализ, как прошел день. Все мы, наверное, знаем, многие из вас были в лагере, что у детей проходят свечки, где дети обсуждают, что же хорошего, что же плохого, что же интересного, а может быть, и неинтересного было в этот день. Все вожатые владеют такими приемами, как рисование, бумагопластика, умеют рассказывать сказки, истории. Поэтому дети, приходя на эту рефлексию, смогут унести с собой ощущение того, что все хорошо, что все обязательно произойдет и будет хорошо. Представьте себе такую ситуацию, что, например, первый отряд очень старался, танцевал, пел, и у них вдруг... Ну, не получили они сегодня диплом, не получили первое место. Тогда вожатые садятся в круг на рефлексии, а не обсуждать. Все говорят, вы знаете, день плохой, все очень плохо, ничего интересного. Это самый худший день, который произошел за всю историю смены, пока мы здесь находимся. А вожатые рассказывают им такую историю. Представьте себе, она была такая красивая, яркая, красочная, в голубом платье с красивыми-красивыми кудрями. И вот эта женщина подарила мне пистолет. Представляете, мне пистолет. А у меня все хорошо. Лето, солнце, счастье, радость. И в этот момент мне подарили пистолет. Прошло полгода, и все стало плохо. Все стало ужасно, отвратительно. И я вспомнила эту женщину, это красивое голубое платье, и кудри, и пистолет. Спасибо этой девушке за пистолет, за то, что он был игрушечный. И в этот момент дети понимают, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждают, а счастливые и довольные уходят спать. Могу сказать еще вот что. Каждый вожатый, и мы все, всей командой музей Низис Групп, переживаем за каждого ребенка, поэтому будем стараться, что если вдруг ваш ребенок рисует, а у нас в этот момент чего-то не проходит с рисованием, мы обязательно найдем ему место, обязательно найдем ему то, что ему будет интересно, и что будет по вкусу именно вашему ребенку. Интересный сюрприз ждет отдыхающих, которые проживают у нас на полуострове Халкидики. В этом году у нас будет работать поездка Day Camp. Все семьи, которые приезжают с детьми, смогут отправить своих ребят к нам в лагерь на один день. Ребята целый день проведут полноценно в лагере Скурос. С утра их заберет автобус, а вечером счастливых и довольных вернет в отель к своим родителям. А всю необходимую информацию о проекте Эллин Кэмп, Дэй Кэмп, о многих других наших проектах вы можете получить у представителей Музин Дис Тревел в своем городе. Спасибо вам огромное за внимание. До встречи в Эллин Кэмп. Эллин Кэмп Эллин Кэмп Элли Кэмп